Елене Бирюковой, доценту кафедры физиологии человека и животных и биофизики Крымского Федерального Университета, уже знаком дистанционный формат обучения. С 2012 года она работает с платформой Moodle. В её личном кабинете уже собрано более 10 курсов. Данный ресурс, по мнению преподавателей, является наиболее удобным, так как содержит различные модули, необходимые для обучения студентов. Например, электронную доску или возможность проведения видеоконференций. Там реализован такой удобный модуль, достаточно big-big button. Это формат видеоконференций, когда можно в интерактивной форме со студентами обсудить все насущные вопросы, разобрать все нюансы каждой темы. Конечно, не обойтись без трудностей, особенно с проведением практик бесприборной базы. Елена Бирюкова отмечает, физиология – наука, которая предполагает контактную работу, но пока обходится видео-лекциями, электронными практикумами и онлайн-семинарами. Для освоения этой дисциплины необходимо выбирать те способы, которые позволяют максимально наглядно продемонстрировать те физиологические процессы, которые происходят в организме человека и животных. На платформе Moodle в полном объёме реализованы функции промежуточного и итогового контроля, которые можно проводить в виде семинаров, эссе или тестов. В основном студенты защищают свои работы по видеосвязи, что позволяет обсудить каждый доклад и ответ. По словам студентов, иногда возникают технические проблемы, но само дистанционное обучение имеет свои плюсы, хотя многие хотели бы вернуться в аудитории. Мне нравится такой формат общения с преподавателем на платформе Moodle. Но, с другой стороны, лично мне не хватает живого общения с преподавателями и с одногруппниками. Единственная проблема, которая у меня возникла, это плохое интернет-соединение, с которым я уже разобралась. Вопросов к самой программе дистанционного обучения у меня нет. Такой формат общения с преподавателем мне нравится, так как он похож больше на индивидуальные занятия. Занятия проходят отлично, так как и везде приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Но в любом случае преподаватель всегда подскажет и поможет и объяснит ту или иную тему, которую мы не поняли. Елена Бирюкова отмечает, плюсом дистанционного обучения является и увеличение посещаемости занятий. По ее мнению, такой формат не оптимален, но его элементы могут использоваться и в будущем. Ольга Якименко, Михаил Пагоми, Пресс-служба Крымского Федерального Университета.